Виталий, приветствую тебя! Традиционно, начало недели мы с тобой говорим о самом насущном, прямо перед, ну, практически стартом торгов, поскольку неделя все только начинается. Смотрим по новой на то, что происходит в плане техники и в плане фундаментальных событий. Стараемся, разумеется, дать какие-то рекомендации, помочь, ориентироваться в том, что происходит, для того, чтобы было больше уверенности, что ли, в совершении торговой активности и проведении сделок. Мы с тобой традиционно следим за такими глобальными трендами, смотрим за тем, что творится с долларом, с фондовым рынком, как ведут себя рисковые активы. То есть стараемся охватывать самые главные, что ли, рыночные триггеры. То есть, может быть, какой-то актив выпадает из поля зрения, какой-то риск мы не касаемся, но это не значит то, что на основании того, что мы говорим, нельзя понять, что с ним может произойти, поскольку если, опять же, отталкивается от наших рекомендаций по доллару, в принципе, легко понять, как все могут повести рисковые активы. Довольно редкое явление для нас с тобой, когда мы с тобой одинаково смотрим на перспективы отдельных инструментов. И вот в конце прошлой недели мы пришли с тобой к выводу, что сейчас очень хорошая возможность работать по тренду. Это тренд, рост рисковых активов, евро, фунт, австралийцы, зеландицы, локальная слабость бакса. Давай тогда к демонстрации экрана посмотрим, что у нас в моменте. Так, секундочку. Так, должна была пойти демонстрация, да? Сейчас пошла, да. Так, отлично. Так, друзья, ну, перед вами и индекс доллара. Актив, с которого, наверное, должен начинаться сейчас любой анализ, тем более мы прямо сейчас вот тестируем довольно важный уровень поддержки, 90, там, 30, но мы его практически пробили уже, 90, 27 в моменте. Очень хорошее условие для того, чтобы, если это не будет ложным пробоем, если индекс доллара вот эту часовку закроет ниже, очень хорошее условие для того, чтобы индекс доллара начал снижаться еще более активно и ушел в итоге ниже. Моя ближайшая цель это 90 пунктов, я даже ее подсвечу здесь и считаю, что следующий как бы этап распродаж доллара должен начаться и может начаться только после того, как индекс окажется ниже этой планки. Из самого актуального новостного фона стоит отметить то, что наконец-таки в Штатах Конгресс разобрался с процедурой импичмента Трампа, демократы пытались протащить. Это громкое политическое клеймо, которое, по идее, могло бы оказаться на Трампе, но республиканцы все-таки отстояли своего однопартийца и не дали зеленый свет импичменту. Поэтому после того, как этот процесс оказался в прошлом, сейчас конгрессменам практически не остается ничего другого, кроме как полностью сфокусироваться на вот этой злополучной, злободневной теме экономических стимулов. О ней действительно много было уже очень сказано. Мы оперируем риторикой Байдена, который, в принципе, обещал еще в начале этого года одобрить, согласовать и протащить пакет фискальных стимулов почти на 2 триллиона долларов. И сейчас рынок вообще заряжен ожиданиями того, что эти стимулы придут на него, то есть на площадке. И эти деньги должны, ну, по крайней мере, если не говорить о долгосрочных перспективах, локально привести к обновлению фондовыми индексами США исторических максимумов. Хотя это как бы уже обесцененная фраза обновления американской фондой исторических максимумов, потому что американский фондовый рынок делает это каждый день на протяжении последних недель. Но все-таки приток дополнительных средств это, конечно же, не очередной перехай NASDAQ, Dow Jones и S&P. Это серьезный такой рывок еще вверх, а по S&P там, я думаю, что в итоге мы увидим выше 4000 пунктов. Сейчас вот в моменте 3944 пункта. И я рекомендовал все-таки ранее, если возвращаться к прошлым рекомендациям, давно покупать как раз с целью 4000 пунктов. Такая психологическая круглая цифра и опланка. Возвращаясь к индексу доллара, вот пока говорим, индекс, эта часовка, напомню, очень лихо и активно снижается. Я на этой неделе, Виталий, жду каких-нибудь приятных новостей по экономическим стимулам. Жду, что в среду разочаруют треничные продажи, протоколы поддерживают идею более слабой национальной валюты. И рекомендую работать по тренду, как раньше мы с тобой обращали на это внимание. Тем более, что этот тренд сейчас крайне предсказуем. По евро-доллару котировки 1.21.43. Я в моменте не вижу 100% эффективных уровней, с которых можно перезайти в лонг. Я очень рассчитываю на то, что те, кто за нашим с тобой творчеством совместно следит, прислушались к рекомендациям, которые мы давали с тобой ранее. И сейчас просто как бы сопровождаю сделку того, что с евро может произойти дальше. Ближайший уровень, конечно же, локального сопротивления 1.21.50. И, соответственно, при пробое данной планки уже можно будет ориентироваться на движение выше уровня 1.23 или даже 1.25. Хотя 1.25 – это цель моя на первые полугода, 2021 года. То есть придется подождать подольше, хотя, с другой стороны, как активно растет риск сейчас, может быть, даже и не нужно недооценивать перспективы такого локального прорыва в рамках нескольких недель. Ну, в общем, тем, кому интересно, как можно поступать в моменте, я бы рекомендовал все-таки дождаться закрепления пары евро-доллар выше уровня 1.21.50 и покупать уже с стопом на уровне 1.21 и целями 1.23.50. И что касается фунта, здесь просто феноменальный рост. Британская валюта за буквально несколько, ну, фактически за две недели прибавила почти 400 пунктов, а сейчас котировки 1.3907. И, ну, рынок британской валюты сейчас раздает деньги. Мне кажется, не брать их даже глупо. То есть, на мой взгляд, 1.40 – это вообще вопрос ближайших часов, может быть, даже до конца сегодняшнего дня. Поэтому тем, кто привык рисковать, я бы дал рекомендацию не стесняться, не переживать, не опасаться. Ну, конечно же, есть определенного рода риск, но когда пара растет так активно, как сейчас, на фоне слабости доллара, нужно пользоваться случаем и извлекать вот эти косрочные выгоды. Короче, я бы фунт сейчас подкупил, но хотя это нужно было сделать еще в начале торговой сессии после коррекции и теста локальной поддержки 1.3890. Но даже сейчас, мне кажется, довольно выгодная сделка, длинная, с целями 1.40 и, может быть, даже коротким стопом на отметке 1.3870. Виталий, слово тебе. Спасибо. Спасибо. Так, демонстрация пошла, да. Отлично. Хорошо, давай я пройдусь по, скажем, активам, которые мы обсуждали в прошлый раз. Это, вот я раньше говорил о нефти, о возможном снижении, но я ждал, как я сказал, сильного импульса вниз, и после этого импульса на коррекции я планировал шаркей. Его не было на прошлой неделе, но был небольшой, скажем, такой маленький импульс вот здесь в четверг. И я попытался в четверг шартануть нефть, вот ниже как раз 58, там 57, 85, 57, 95. Здесь мы шартили нефть. Это была рискованная сделка, я даже своим подписчикам давал рекомендации шарт. Мы ушли вниз, но, скажем, благополучно мы перенесли сделку без убыток и, скажем, вышли по без убыток. И так бы получили стоп-лосс. На текущий момент, скажем, нефть, конечно, прет очень сильно наверх, но... Так, сейчас, секундочку, что-то я нажал. Так, ага, вот. Нефть идет сильно вверх, и пока я вне рынка по данному инструменту, было такое ощущение, что нефть уже будет расти, 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 но главное не перевернуться, скажем, на самом пике в лонг, потому что это как раз признак того, что возможно где-то близится разворот. Поэтому нефть пока не трогаю. Плюс была также рекомендация, на прошлом деле я говорил, по S&P 500 где-то снижение. Мы пытались даже шартить в четверг. Также были в моменте, как и по нефти, небольшом плюсе. Мы ничего не фиксировали, так как я ожидал такого среднесрочного снижения, и его не произошло. Было небольшое, там, 30 пунктов вниз. Мы практически по безубытку, там, минус 5 пунктов вышли по стопу. Плюс по евро-доллару. На прошлой неделе что было? Говорили о покупках. Я был согласен с тобой. Ждал коррекцию по евро где-то в район 20-50. Здесь даже лимитку ставил. Плюс предлагал зайти в шорт. Ну, это рискованный шорт. Со среды был, в принципе, неплохо. Там около 50 пунктов ушли вниз. Дальше не пошли. И на текущий момент, что я хочу сказать по рынку. Придерживаюсь твоего мнения, что по евро возможно зайти в лонг при пробитии вот этого максимума четверга. Там выше, там, если будет закрепление выше 21-50, то, в принципе, покупка возможна. Я вот так анализировал рынок на выходных и пришел к такому мнению, оно такое достаточно рискованное, что по евро-доллару может быть ловушка для быков. И мы уйдем неплохо вниз. В формате как неплохо вниз. Обновим минимум 5 пунктов. Возможно, еще ниже уйдем где-то в район 20-50. И второй вариант, что мы уйдем достаточно сильно по евро, там, на отметку, там, ниже 19-50. Это как второй вариант, да, снижение. Поэтому на текущий момент шорт с текущих достаточно рискованно, я бы выставил селл-стоп где-то на отметке, так, плохо видно, где-то на отметке, там, 1-21-15 со стопом 1-21-50, получается, за вот этих. Если мы сегодня начнем падать, то, в принципе, здесь возможна реализация вот этого шорта. С текущих возможно шортить, но достаточно рискованно. Ну, в принципе, там, если кому не жалко, там, 20 пунктов, 10 пунктов, можно попробовать с текущих шортануть. Но достаточно рискованно, так как по текущему моменту поджимают цену наверх. И это против таких бычьих локальных баров, да. Пока зайдем селл-стопом, посмотрим, сработает ли моя идея. Ну, по поводу лонга, в принципе, возможно, да. Будет ли там пробой 21-50, возможно, это тоже будет какая-то ловушка. Это вот так. Ну, и плюс стоит обратить внимание еще на золото. Вот, кстати, по сравнению с евро, евро откатил после того импульса, который был на прошлой неделе вверх, откатил там всего почти 30%. А вот золото 60% откатило. И здесь, возможно, рисует лонг, я так думал, изначально, как и по евро. Но переключился пока на текущий момент, я думаю, что могут сильно провалиться по золоту. Есть признаки налог, так как у нас вот это импульс, типа евро. Вот у нас получается евро. Сейчас вот так. Да, у нас одинаковый выкуп. Вот здесь импульс, да. И вот золото получается импульс. Но здесь сильная коррекция, и у меня такое ощущение, что на золото могут сильно провалить вниз на обновление вот этих минимумов прошлой недели и, возможно, даже минимумы там ноября. Как-то вот так. Конечно, есть здесь и момент лонга, так как у нас в пятницу был в конце дня выкуп. И текущий момент, если мы будем пробивать по золоту 1830, скажем, такой как ориентир, то, возможно, здесь какие-то лонги еще будут. А так, на текущий момент, скажем, не рекомендация, а мнение, что золото может падать, как и евро. Достаточно рискованные моменты, но стоит на них обратить внимание. Так, понял. Виталий, ну что, давай следить за тем, что происходит на рынках и, в принципе, куда активы евро, фунт, доллар уйдут дальше. Либо действительно будет развиваться та трендовая динамика, которая сложилась еще в конце прошлой недели. Так, секундочку. Либо все-таки на рынке дозреет коррекция, которая, признаю, по некоторым активам уже давно должна была случиться. Ну, даже тот же самый фунт, но очень сильно вырос, без каких-либо откатов. Нефть, это вообще там, смотри, на прошлой неделе мы констатировали недельный прирост на 15%, а сейчас она уже котируется в районе 63 долларов за баррель. То есть нефть сделала 20%, даже больше, за две недели, но это слишком. Учитывая то, что в плане новостных событий, ну ничего же не было такого, что можно было бы сказать, да, на этом действительно можно было вырастить. Поэтому коррекция, безусловно, назревает. Когда она произойдет, мы с Виталием будем следить, держать вас в курсе. Если какие-нибудь появятся сигналы, обязательно дадим вам знать. Тем более, что мы встречаемся дважды в неделю и вроде бы как держим руку на пульсе. Виталий, спасибо тебе за то, что подключился. Хорошей тебе торговой недели, удачных, прибыльных сделок, как и всем тем, кто за нами смотрит. Пока. Пока.